Линкор «Тирпиц», названный в честь адмирала времён Первой мировой войны Альфреда фон Тирпица, был самым большим кораблём в истории германского флота. Брат-близнец легендарного линкора «Бисмарк», громадина водоизмещением свыше 50 тысяч тонн, вооружённая торпедами и 380-мм орудиями. На момент постройки «Тирпиц» стоил почти как 50 подводных лодок, или порядка 200 миллионов немецких марок, что сейчас равняется примерно 10 миллиардам долларов. «Тирпиц» был заложен 2 ноября 1936 года и спущен на воду 1 апреля 1939 года со стапелей Вильгельмс Хаффена. В этом же году со стапелей Гамбурга был спущен на воду и его брат-близнец «Бисмарк». Это были корабли воистину из палинских размеров. Ничего сопоставимого по размерам Германия не строила ни до, ни после этого. Эти линейные корабли стали зримым символом возрождающегося могущества. В начале 1941 года началось формирование экипажа. А 25 февраля «Тирпиц» вошел в строй военно-морского флота Германии. По первоначальным планам линкоры типа «Бисмарк» планировалось использовать как главную ударную силу ВМФ Германии в боях с французским и британским флотом на акватории Северного и Норвежского морей. Однако ход кампаний Второй мировой войны заставил немецкое командование использовать свои линкоры как рейдеры для нарушения британских морских коммуникаций в Северной Атлантике. Головной корабль серии «Линкор «Бисмарк»» был окружен силами Британии 27 мая 1941 года и вскоре был потоплен. И так свой бой проиграл не один боевой корабль той эпохи. Но благодаря современным технологиям вы сможете окунуться и принять участие в сражениях, используя сотни видов техники — эсминцы, крейсеры, авианосцы, подводные лодки и, конечно же, линкоры. Вы сможете сразиться не только за легендарные линкоры «Бисмарк» и «Тирпиц», но и за многих других. Эх, хотя бы где-то «Тирпиц» сможет произвести выстрел по вражескому кораблю. Переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь и забирайте бонусы. И что стоит отметить, эта игра совершенно бесплатная. Так что изучайте историю вместе с миром кораблей. Потеря «Бисмарка» заставила руководство Германии пересмотреть взгляды на использование своего последнего суперлинкора. Гитлер и Гросс «Абмирал Ридер» с большой осторожностью относились к возможностям крупных надводных артиллерийских кораблей, не имеющих поддержки авианосцев. Их строительство в Германии велось, но в строй ни один из них, в конце концов, так и не вошел. Потому «Тирпиц» использовался крайне осторожно и, как следствие, редко. «Тирпиц» практически не участвовал в боевых операциях. Но его наличие у Германии было очень важно. Одно лишь наличие представляло большую опасность силам Королевского флота, доставляющим грузы в СССР. 20 сентября 1941 года Гитлер отдал распоряжение о формировании группы кораблей в Балтийском море для предотвращения возможного прорыва остатков Балтийского флота СССР в нейтральную Швецию. «Тирпиц» назначили флагманом этого соединения. Однако вскоре эта группа была расформирована, и военное руководство решило отправить линкор в Норвегию. Для обеспечения его большей безопасности. В марте 1942 года немецкое командование получило информацию о двух союзных конвоях – «ПКЮ-12» и «ПКЮ-8». «ПКЮ-12» шел из Исландии и состоял из 16 транспортных кораблей. «ПКЮ-8» вышел 1 марта из Мурманска. 5 марта «Тирпиц» покинул «Фэттенфьорд» и в сопровождении трех эсминцев пошел на перехват конвоев. Через Северный Ледовитый океан линкор направился к острову Медвежьему. В это же время в море находились значительные силы английского ВМФ, включая главные силы флота Метрополии, под командованием адмирала Тови, утопившего Бисмарк. Они искали «Тирпиц». Плохие погодные условия исключали использование авиаразведки обеими сторонами. Из-за этого британцы не смогли найти немецкий линкор, а немцы пропустили оба конвоя. Один из немецких эсминцев обнаружил советский лесовоз «Ижора» и потопил его, затратив на это полтора часа. 9 марта британский самолет-разведчик все-таки смог обнаружить «Тирпиц», после чего немцы решили возвратить корабль на базу. Летом 1942 года немцы готовят грандиозный оперативный план операции, получивший название «Ход конем». Планом предусматривалось при использовании большого количества кораблей совершить стремительный удар и полностью уничтожить конвой ПК-17. Немцы считали, что это ослабит поддержку Советского Союза со стороны союзников. Но в самый разгар исполнения этой операции, можно сказать, только из-за пропажи «Тирпица» с места его постоянной стоянки, английское военно-морское руководство приказало распустить конвой ПК-17 и отозвало крейсеры и эсминцы его сопровождения на запад. 5 июля 1942 года, около 7 часов утра, немецкий самолет-разведчик обнаружил главные силы охранения конвоя в 800 милях от предполагаемой точки перехвата конвоя немецкими кораблями. В 10.55 немецкие корабли покинули стоянку и начали выход из фьорда. Выйдя в открытое море, «Тирпиц», шедший в составе эскадры под командованием адмирала Отто Шнивинда, с целью перехвата конвоя ПК-17, был атакован советской подводной лодкой К-21, под командованием капитана 2-го ранга Николая Лунина. Подводной лодкой были выпущены 4 торпеды с большой дистанции. Результат атаки Луниным непосредственно не наблюдался, но были отмечены звуки взрывов, интерпретированные им как результат попадания торпед, что явилось основанием для заявлений советской прессы о повреждении линкора. В 18.16 того же дня немцы были обнаружены самолетом Ил-4 ВВС Северного флота. Он передал радиограмму, которую засекли немецкие службы радиоперехвата. И в 21.47 адмирал Шнивинд получил приказ прервать операцию. Эскадра развернулась через левый борт и легла на обратный курс. Но, к сожалению, прекращение операции не помогло судам конвоя ПК-17. В течение следующих трех дней немецкие подводные лодки и самолеты устроили им форменное избиение. Из 36 транспортников 23 были потоплены, и лишь 11 достигли пункта назначения. Не выпустив ни одного снаряда, не подойдя к конвою ближе, чем на 300 миль, Тирпиц добился одной из самых громких побед на море в этой войне. После возвращения эскадры линкору Тирпиц не потребовался ремонт. В будущем проведенное англичанами с участием советского специалиста обследование корпуса линкора не выявило следов торпедных попаданий и ремонтных работ. Некоторые из современных экспертов считают, что в тех условиях дальность стрельбы ее угол советская подлодка не могла попасть по немецким кораблям. А взрывы — это результат детонации торпеда «Морское дно». В сентябре 1943 года Тирпиц участвовал в атаке немецких сил на Шпицберген. Это была единственная операция, в которой Тирпиц применил свою артиллерию. Немцы подошли к острову и после обстрела Баренцбурга с линкоров и эсминцев высадили десант. При этом следует отметить, Тирпиц не выпустил ни одного снаряда по кораблям противника. За все время его существования Тирпиц пытались потопить 26 раз. После атаки Лунина, спустя четыре месяца, 31 октября 1942 года, была осуществлена еще одна попытка уничтожить Тирпиц с помощью управляемых подводных аппаратов под кодовым названием «Колесница». Данные аппараты представляли из себя торпеды, управляемые человеком. К месту стоянки Тирпица аппараты должны были быть доставлены путем скрытной буксировки в подводном положении с помощью рыболовецкого катера Артур. И по сути им почти это удалось. 30 октября катеру с торпедами на буксире удалось войти в Тронхеймхьорд. Когда до места стоянки Тирпица оставалось не более 28 километров, поднялся сильный встречный ветер с волной. 31 октября в 22.00 за кормой раздался громкий скрежет. Водолаз обнаружил потерю обеих торпед. В этот момент до Тирпица оставалось менее 18 километров. Катер был затоплен, и команда ушла пешком к шведской границе. Спустя почти год произошла первая успешная операция против Тирпица. 12 сентября 1943 года в условиях низкой облачности и дождя советский летчик Леонид Елькин в Альтенфьорде разыскал стоянку Тирпица, спустился под кромку облаков и трижды под ураганным зенитным огнем прошел на высоте 50 метров над ним, добившись качественного фотографирования цели. Полученные фотоснимки были немедленно переданы британскому адмиралтейству, которое на их основе подготовило новую операцию. 20 сентября началась операция. Вместе с линкором Тирпиц планировалось атаковать линкор Шарнхорст и тяжелый крейсер Люцов. Для атаки использовалось шесть мини-подводных лодок типа Икс, отбуксированных в этот район обычными подводными лодками. Двум мини-подводным лодкам удалось приблизиться к линкору Тирпиц, но их присутствие было замечено. Обе лодки сбросили двухтонные мины под целью. Тирпиц попытался удалиться от места якорной стоянки, но безуспешно. Сбросив двухтонные заряды, лодки всплыли на поверхность. До подрыва зарядов мин по таймеру экипажи лодок были взяты в плен. Несмотря на обнаруженную опасность, Тирпиц не успел сняться со стоянки и спустя некоторое время с небольшим временным интервалом произошел подрыв. Первый взрыв мин произошел менее чем в 10 метрах от левого борта линкора. Второй взрыв в метрах 50 от линкора. В результате взрыв нанес линкору серьезные повреждения корпуса корабля. Разрушение целостности топливных цистерн. Сорвана со станины одна из турбин. Это напрямую не угрожало полным затоплением, но были затоплены топливные цистерны левого борта. Вода также затопила и двойное дно в месте повреждений. Линкор принял около полутора тысяч тонн воды. Корабль был временно выведен из строя. Во время ремонта длившегося с ноября 1943 по март 1944 года на линкор был произведен только один налет. Ночью 10 февраля 1944 года бомбардировщики авиации дальнего действия СССР произвели налет на линкор. Из-за плохих метеоусловий только два самолета дошли до цели и сбросили бомбы. Все бомбы по записям немцев взорвались на берегу. Линкор повреждений не получил. К апрелю 1944 года Тирпиц был отремонтирован и снова мог представлять опасность. В ответ на эту угрозу британский флот предпринял операцию с кодовым названием Вольфрам. В атаке участвовали значительные силы флота, в том числе два линкора, два эскортных авианосца, два быстроходных легких авианосца, два крейсера и 16 эсминцев. Атака началась 3 апреля. Накануне выхода Тирпиц и на ходовые испытания после ремонта. В налете участвовали две волны торпедоносцев «Барракуда» в сопровождении истребителей эскорта. Атакующие самолеты несли, однако, не торпеды, а бомбы различных типов. 730-килограммовые бронебойные авиабомбы, фугасные, глубинные и осколочные. Первая волна нанесла удар в 5.30. К 8.00 атака была завершена. Потери составили три самолета. Экипаж Тирпица потерял 123 человека убитыми и 300 ранеными. Броневые пояса и броневая палуба линкора при этой атаке не повреждены. Однако над стройком был нанесен заметный ущерб, потребовавший три месяца на ремонт для его устранения. После последней атаки планировались еще операции «Пленет», «Браун» и «Коготь Тигра». Однако из-за плохой погоды в апреле-май 1944 года англичанам пришлось отменить три налета. В июле 1944 года состоялась операция «Маскот». Однако к этому времени немцы значительно усилили противовоздушную оборону, в особенности систему дымовой завесы, в результате чего атака закончилась безуспешно. Атакующие самолеты не добились попаданий. В августе 1944 года Тирпица наконец прошел морские испытания. Вскоре после этого британцы вновь совершили налеты, но снова окончившиеся безрезультатно из-за плохой погоды. Только в сентябре 1944 года была предпринята Королевскими Воздушными Силами Великобритании операция «Параван». 15 сентября с аэродрома «Ягодник» под Архангельском. Самолеты «Ланкастер» были вооружены бомбами «Толбой» весом в пять с половиной тонн каждая и экспериментальными 227-килограммовыми подводными ходячими минами. Несмотря на дымовую завесу, поставленную для защиты Тирпица, одна из бомб все-таки попала в нос корабля, нанеся повреждения, сделавшие его практически не мореходным. У немцев, по сути, не было возможности поставить Тирпиц в сухой док на ремонт, поэтому в октябре линкор перевели в Тромсю в качестве тяжелой артиллерийской плавбатареи на случай ожидавшегося вторжения в Норвегию. Новое место дислокации корабля уже находилось в пределах досягаемости тяжелых бомбардировщиков Королевских ВВС, базирующихся в Северной Шотландии, и британцы продолжили атаки на Тирпиц, не зная о принятом немцами решении не восстанавливать корабль. 28 октября с базы Лосимот в Шотландии был предпринят очередной налет на Тирпиц, однако в последний момент корабль был скрыт облаками, и лишь одна бомба Толбой, разорвавшись недалеко от корабля, погнула грибной вал. Но в следующий раз, 12 ноября, над Тирпицем не было ни домовой завесы, ни облаков, ни истребителей. В корабль попали три бомбы Толбой. Одна отскочила от башенной брони, но две других пробили броню и проделали примерно 60-метровую дыру в его левом борту, вызвав также пожар и последующий взрыв в пороховом погребе башни Си. Причем взрыв оторвал ее. В итоге Тирпиц завалился на борт, а затем перевернулся и примерно через 10 минут после атаки затонул. К западу от Тромча, в бухте Хоккёй-Боттн, унеся с собой на дно более 950 человек, из находившихся на борту примерно 1700. По каким причинам, до настоящего времени не до конца понятно. Истребители ВВС Германии не противодействовали налету. Группа истребителей, ответственная за оборону линкора, не участвовала в его защите. Хотя информация о приближении бомбардировщиков поступила более чем за один час до начала атаки. Германской ПВО удалось лишь повредить двигатель одного из самолетов, участвовавших в налете. Но его команда спаслась, жестко приземлившись в Швеции. Уничтожение Тирпица устранило последнюю серьезную надводную угрозу для коммуникаций в Северной Атлантике и Северном Ледовитом океане. Это позволило перевести главные надводные силы Королевского флота, эскортные авианосцы, быстроходные легкие авианосцы, линейные корабли и линейный крейсер «Ренаун» с Атлантического театра войны, где они находились в качестве сил сдерживания, в Индийские и Тихие океаны, где они приняли участие в боевых действиях против Японии. После войны обломки Тирпица были проданы норвежской компании, после чего линкор разрезали на части и вывезли. Однако значительный фрагмент носовой части остается там, где он и затонул, в 1944 году. Кроме того, электрогенераторы с корабля были использованы как временная электростанция, снабжая рыбную промышленность вокруг города Хонингсвог. В настоящее время фрагменты линкора используются норвежским дорожным департаментом как временное дорожное полотно при проведении ремонтных работ. Некоторые части корабля были переплавлены на брошки и прочую бижутерию. Кроме того, значительный фрагмент бронеобшивки хранится в Королевском военно-морском музее в госпорте Хемпшира. Недалеко от места потопления Тирпица существуют искусственные озера, появившиеся в воронках от разрывов бомб Толбой, не попавших в цель. На этом у меня всё. Если видео было вам интересно, ставьте лайки и не забывайте подписаться. И нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых интересных фильмах на канале «Однажды на Земле». До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»